Контрреволюция Разведывательный батальон 6-й гвардейской мотострелковой дивизии Севернее Праги Мотоцикл сожгли по пьянке. Во время чистки оружия кто-то принес бутыль чешской сливовицы, и разведывательный взвод ее быстро осушил. Чистка пошла веселее. После долгих маршей оружие промывали бензином. Способ недозволенный, но эффективный. После чистки оружия у ведра с бензином был короткий перекур. Наводчик из первого отделения бросил окурок в ведро, и бензин весело вполыхнул. Замком взвода старший сержант Мельник пнул полыхающее ведро ногой. Разведчики весело заржали, но ведро, перевернувшись в воздухе, упало на мотоцикл, бензобак которого был открыт. Бензин оттуда для чистки брали. Остальное произошло в доли секунды. От мотоцикла остался только черный каркас. Хмель был совсем легким, и его как рукой сняло. Дело сразу запахло не только горелой резиной и краской, но и военным трибуналом, да штрафным батальоном. Замка взвода помрачнел, отошел в сторону и сел под березу, обхватив голову руками. Первым пришел в себя командир первого отделения. Оглядев взвод и убедившись, что ни офицеров, ни чужих солдат поблизости нет, сержант властно приказал. — Взвод строится! В две шаренги становись! Роднись! Смирно! Слушай ситуацию! Происшествие испугало взвод, и, почувствовав твердую власть над собой, люди строились быстрее, чем обычно. Только замком взвода остался под своим деревом, ни на что не реагируя. — Слушай ситуацию! — повторил сержант. Подъехала чешская машина, легковая, «Шкода», темно-синяя. Внутри три чеха. Бросили бутылку зажигательную, мы чистили оружие. Стрелять не смогли. Замка взвода не растерялся, и разобранным пулеметом хватанул одного по черепу, Белобрысова. Они сразу смылись. Ясно? — ЗКВ свой мужик! Что, мы его закладывать будем? — Ему дембель положен, а он тут интернациональный долг выполняет. Взвод одобрительно зашумел. Повторяю, «Шкода», темно-синяя, мужиков внутри трое. Бросили бутылку, с ЗКВ разобранным пулеметом одного по голове тяпнул, они смылись. Да, еще. Номер на машине специально был грязью замазан. И последнее. Наглянут комиссии. Может быть, даже особнячки ловить будут на деталях. Никому ничего самому не выдумывать. Повторят только то, что я сказал. Остальное не помню, не видел, не знаю, не обратил внимания. Ясно? Ясно. Разойдись. — Коля, Коль, да ты не расстраивайся. Может, еще все уладится. Слышь, Коль, посылай лучше бойца к ротному. Пусть про Чехов доложит. Там у ротного сейчас совещание офицеров идет. А взводу прикажи оборону занять, мол, ожидаем повторного нападения. Через час в распоряжение взвода прибыли все офицеры роты во главе с командиром. Ротный, осмотрев место, приказал всем солдатам взвода по очереди подходить к нему. Он стоял метрах в тридцати в стороне ото всех, и когда солдат подходил к нему, капитан задавал по три-четыре вопроса каждому. Беседа с каждым солдатом велась наедине, так чтобы никто не мог слышать ни вопросов, ни ответов. После короткой беседы с каждым из солдат, ротный подозвал к себе командира первого отделения. — А ничего, погодка, сержант. Так точно, товарищ капитан. Только дождь, наверное, к вечеру будет. — Наверное, товарищ капитан. — Сержант никак не мог понять, куда капитан клонит. — Надоели они, дожди-то. — Надоели, — согласился капитан. — На Шкоде, говоришь, подъехали. — Так точно. — А где же следы? — Грунта. — Мокрый. Капитан тоже был разведчиком, и обмануть его было совсем непросто. Правда, и накладывать пятно на свою роту капитан тоже не хотел. — Вот что, сержант, там, где ведро жгли, и где оно к мотоциклу летело, землю надо перекопать. Вроде масляные тряпки после чистки в землю закапывали, и затоптать все кругом надо. В остальном, стойте на своем, есть стоят на своем. И передай старшему сержанту, пусть сопли не развешивает. Коль контрреволюционер оттяпнул по черепу, так нахрен же переживать. Ни комиссия, ни особисты в эти дни во взводе не появились. Видат, забот было и без того много. Командир роты тем временем написал рапорт о боевых потерях при столкновении с вооруженными контрреволюционными элементами, состоящими на службе у империалистических разведок. Командир батальона, повертев рапорт в руках, лукаво улыбнулся. — Все хорошо. Я тебе все подпишу, только ты все заново перепиши. Добавь, что на мотоцикле лежал еще противотанковый гранатомет РПГ-7В. Номер во второй роте узнаешь. Они его прохвосты еще в Польше, в болоте утопили, а достать не смогли. Капитан хотел было возразить, но, перехватив взгляд комбата, только хмуро буркнул. — Есть, переписать. Рапорт пошел по инстанциям, каждый раз возвращаясь для переписывания. Когда рапорт дошел до начальника тыла Прикорпатского фронта, который в конце концов подписывал все рапорты о боевых потерях, то его воображению предстала некая чудо-машина, созданная на базе разведывательного мотоцикла М-72. Чудесная машина была вооружена пулеметом и противотанковым гранатометом. Она имела два активных ночных инфракрасных прицела, дальномер прицел, радиостанцию Р-123. Машина, видимо, предназначалась для действий в условиях Заполярья, так как на ней находилось два новеньких дубленых полушубка, а сзади была приложена 200-литровая бочка со спиртом. К сожалению, все это сгорело при столкновении с контрреволюцией. Генерал покрутил рапорт в руках. Верните рапорт обратно, пусть перепишут и доводят вот это. Что еще? В 128-й дивизии БТР с моста свалился. В результате столкновения с контрреволюцией, так точно, это лучше, давайте рапорт. А заместитель командира взвода, старший сержант Мельник, получил медаль за смелые и решительные действия при отражении налета. Про него даже в газетах писали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!